Всем привет, друзья! Нет, я не сошел с ума делать обзор на HTC One M8 Dual SIM в начале 2017 года. Обзор снимаем в январе 2017. Просто так как на канале у меня выходят обзоры ретро-телефонов, конечно, до ретро ему еще очень далеко, но раз у меня появилась такая возможность взять этот телефон, я с удовольствием вам расскажу, стоит ли покупать, если вы где-то найдете новый HTC One M8 Plus. Именно Dual SIM. 16 гигабайтами памяти всего лишь. Здесь нет сканера отпечатка пальцев. Это второе поколение HTC One M7. Знаменитый M7, цельнометаллический, с такими приятными именно округлыми формами и такой респектабельный. То есть, когда все другие телефоны были либо стеклянные, либо пластиковые, HTC делал такое вот из цельного куска алюминия, высокого качества телефон, который был, к тому же, еще очень плавный, и очень многие люди его покупали. Сейчас, конечно, уже все печально и очень грустно у HTC, к сожалению. Ну, посмотрим, что дальше будет. Я просто даже звонил представительству HTC, хотел взять на обзоры какие-то телефоны. Вот. Они говорят, что мы на обзоры ничего не даем. То есть, то, что нас... То, что где-то люди сами находятся, снимают, нас это устраивает, мы не хотим. Ну, речь идет, разумеется, о бесплатном. То есть, я денег же не прошу, что дайте мне денег. Прошу дайте телефон. На самом деле, телефон интересный. Не могу сказать, что это родоначальник. Там, и стереозвука, например, и усилители всяких, пусть это и не часто нужно, всякие бум-саунды, там, до этого еще был битс у них аудио, а потом Apple выкупила. И родоначальник такого дизайна. Кто-то, может быть, скажет, там, слухи. И родоначальник двух камер основных. То есть, они первые. Пусть толку от этого не было, им больно по носу щелкнули, когда все другие, почти производители, стали делать то же самое, но с одной камерой. Но все-таки первые были HTC, справедливости ради. Также по HTC могу сказать, что они молодцы в том плане, что у них всегда очень качественный звук в наушниках во флагманах. Один из самых лучших, что я слышал. Качество звука такое, что хочется наушники не снимать, а подпевать своим любимым песням. Классно. Притом, есть еще улучшалка звука, так называемый, как я говорил, до этого битс был, а сейчас просто улучшайзер. Но он тоже работает неплохо и имеет право на жизнь. Кому-то и понравится. Как таково, как вы видите, это не обзор, это больше мои рассуждения, что такое HTC, какими они были. Просто, кто не в курсе, после того, как они сделали M8, он тоже был успешен, насколько я понимаю, в 2014 году. Вроде уж не так и давно, но все равно сколько времени прошло. Потом они сделали M9+, M9, M9+, и на медиатеке еще зачем-то. И в самой компании даже путали смартфоны, это реально не шутка. То есть, такие вот хохмы были. Они путали свои смартфоны, они были как две капли воды похожи. Сейчас, да, они десятку выпустили, я ее обзорную не сделал, мне ее тупо негде взять. История та же самая, как и с Sony. С Sony фирмой. Я не троллю, просто есть знакомые интернет-магазины, они их не продают, потому что они нифига, ни хрена не продаются. Извините за откровенность. Поэтому вы просите, сделай на HTC 10. Я позвонил в HTC, дайте мне на неделю. Они говорят, не, мы не даем. Кто находит из блогеров, делает, нам это неинтересно. Ну, как после этого? Никак. Но, судя по всему, они телефоны делать не будут. Судя по всему, средотачившись на других вещах. Что касается конкретно этого аппарата, конкретно этого экземпляра. Мне очень понравилась некую ностальгию испытал. Хотя HTC я пользовался только i, Desire i. Попользовался месяцев 8, потом все-таки пересел. Хороший, удобный, ну, поднадоел просто, честно говоря. В этом HTC мы имеем качественный стереозвук, качественный звук, качественный экран по нынешним меркам. Имеем неплохую до сих пор производительность. Здесь Qualcomm Snapdragon 801. И он неплохо идет. Даже танки я скачал. На максимальных они идут 40-50 FPS. И другие шутеры и игры пойдут также без проблем. Имеем FM-радиоприемник. Имеем очень гибкую оболошку. Знаете, где-то недавно я пару раз услышал такой бред, что некоторые люди отмороженные, не побоюсь этого сказать, они называют HTC это iPhone на Android. Но это просто как неуважение какое-то к HTC. Это разные системы. Все равно можно сказать, что про Windows тоже. Но это полный бред какими-то явными фанатиками Apple просто. Это неправильно. HTC, они полностью переработали Android. Очень много работы провели. Android у них действительно был плавный. Действительно плавный даже спустя годы. Как я понимаю, хотя годы я не пользовался. Но он плавный. Сейчас Android еще быстрее. Ну и все быстрее. Не только Android. И Windows, и Apple. Все быстрые. Но вот в те годы, в 2013 особенно году, да, не все Android-смартфоны были плавными. HTC в этом плане, конечно, выделялся. И он был гибкий. Он был приятный. Оболочка Sense была классная. Но это было. Сейчас уже даже дешевые китайцы. Буквально там Meizu, Xiaomi. Реально ваши любимые или ненавидимые люто китайцы. Они умеют делать все то же самое. Но за 100, за 150. Максимум там за 200, ну за 300 долларов от силы. Ну 100 с небольшим, конечно. Я загнул 100. Ну 105, 110. Там Meizu M3s, например. Xiaomi Redmi 3 и так далее. Так вот. Что касается этого аппарата. Если вы хотите именно не китайца, если вы хотите целенаправленно взять какой-то флагман, чтобы был, ну вот, двух там летней давности. Если найдете новый, за вменяемые деньги, мой совет берите. Будете довольны. Самое главное по камере. Она осталась, она улучшилась с тех пор, как я видел ее в 2014 году. Но все равно, конечно же, фотографии далеки от идеала. Но пойдут вполне. И батарея. Она, знаете, на шестом Android-е стала работать очень даже неплохо. Полный день, достаточно активного использования хватает, несмотря на то, что здесь аккумулятор только 2500 мА. В целом, аппарат до сих пор еще заслуживает права на жизнь. Заслуживает права на то, чтобы им пользоваться, покупать. Но вы вот, конечно, делайте сами. Мне все понравилось. Я сюда, еще раз скажу, понастальгировал, можно сказать. Ставил сим-карту, походил. Но вот качество звука однозначный в плюс. Оболочка прикольная, удобная. Пусть они начали что-то мудрить здесь такими огромными ярлыками. Я вообще юмора не понял. Но до сих пор интересно. Единственное, они, вот видите, огромные подбородки. Тоже меня на HTC Design Eye тоже очень сильно бесил, если называть вещи своими именами. То есть, вот эти вот огромные подбородки снизу. Особенно, как бы, покомпактнее. И дизайн, все-таки, видите, цельный кусок алюминия. Достаточно все прикольно. Напомню, сканера еще здесь отпечатка пальцев пока еще не было. Он появился позже, встроенный в кнопку домой. И кнопка вот эта сверху, она, конечно, подраздражает. Вот она лезет, потому что неудобно. В 9 плюс или в 9 они ее, наконец-то, убрали. А так неудобно. Ну, ладно. А он, кстати, разблокируется еще двойным тапом. HTC, конечно, интересно. Жалко, что у них так не пошло дело. Но, отчасти, они сами виноваты, когда стали выпускать. Они отдали, как я понимаю, средние и дешевые телефоны китайцам. В общем-то, и те делали сами. И не самые удачные модели были. Флагманы хорошие. И, опять же, 3-4 года одним тот же флагман сноповать, но люди им не простили. Ладно. Аппаратик интересный. С удовольствием его потестировал. Но, конечно, ходить я с ним не буду. Как бы, ну, что-то как-то не цепляет, скажем так. Не цепляет. Не знаю, как объяснить. Думал, может быть, походить. Говорю, батарейка нормальная. Камера, ну, более-менее. Звук изумительный. Все быстро, плавно, приятно. Процессор не сильно устарился. Видите, игрушек сюда поставил. Все. Ну, как-то уже не то. Ладно. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. С уважением ко всем. Давид. В принципе, я бы с удовольствием потестировал прошлые флагманы. Тот же Samsung Galaxy S5. Тот же LG G3, например. Может быть, если где-то их найду, еще и расскажу вам. Ладно. Хотя не знаю, насколько вам это интересно. Напишите. Счастливо. Продолжение следует...